Девушки отдыхают Ирина Акулинкина осталась в хороших отношениях с бывшими любовниками. И это ей очень пригодилось для проведения собственной свадьбы. Вот только муж и его мама почему-то остались недовольны праздником. Вот ты в новой семье, заводи себе нового ребенка. Это мой ребенок, я мать, я его родила. Это не твой ребенок, у тебя даже твоих прав, решили, согласно закону. У тебя нет ребенка. Молодая женщина просит восстановить ее в родительских правах и определить место жительства ребенка с ней. Утверждает, что избавилась от наркотической зависимости, вышла замуж, родила дочь и хочет вернуть сына себе. Истец Станислав Акулинкин предъявляет иск о расторжении брака ввиду невозможности дальнейшей супружеской жизни. Ответчик Ирина Акулинкина с иском не согласна, поскольку не видит причин для развода. Ваша честь, я прошу вас развести с ней, потому что она опозорила меня перед всеми моими родственниками. Привела на свадьбу всех своих бывших любовников. Ну, мы делали свадьбу, хотели все скромненько сделать, практически своими силами все. Ну, она и сказала, что у нее с института, она в институте культуры училась, остались старые знакомые. Что, мол, будет у нас? И тамада, и фокусник, и голуби, и ансамбль. Были все. Восемь ее бывших любовников и одна женская особь женского пола. Сначала все нормально было, все пили, ели, веселились. А потом ее друзья начали тосты говорить. Первый встал, поднялся. Какая, говорит, у нас Ирка молодец. И вообще, говорит, на месте жениха должен быть, должен он быть. Что, мол, он жалеет о том, что когда-то я не сделал предложение. Как им было хорошо в Анапе, на море в 2005 году. Гости так недоуменно, плечами пожали. Потом второй поднялся. Еще хлеще этого. Какая, говорит, Ирка у нас молодец, хозяйственная. Какой массаж делает. Как я, говорит, завидую тебе, брат. Ну, давай, горько. Горько мне тогда уже не хотелось. А после остальных выступлений ее гостей, я даже целоваться с ней не хотел. Один хлеще другого. А под конец вечера вышел хозяин ресторана. Гоги какой-то, да Виташвили. Да для тебя, говорит Ирина, мой стол всегда будет накрыт для твоих друзей. Потому что, мол, он помнит, что как она скрасила ему несколько месяцев их совместной жизни. И тут тамада, девушка, подхватила его. Да ты, говорит Иринка, ты помнишь, что мы слушаем тут этих мужиков? Нам же, девчонкам, друг другом всегда хорошо было. Ваша честь, я просто обалдел после этих слов. Дальше кошмар. Моя мама поднялась. И громко так в микрофон заявила. Зачем ты, говорит, привел нам эту... Ее мать поднялась. Давай заступаться за нее. Они начали ругаться, кричать. Ее отец стал, ее брат. Короче, все, закончилось дракой. Половина гостей после этого увезли на скорой. Ваша честь, я прошу развести меня с ней. Вон, кстати, треугольник. Один из твоих гостей забыл. Заберешь, потом передашь. Будьте добры, пожалуйста, свидетельство о заключении брака через судебного пристава. Передайте. Итак, ответчик. ИСОМ заявлены исковые требования о расторжении брака. Скажите, пожалуйста, вы на расторжении брака согласны или вы возражаете против расторжения? Я, конечно же, возражаю, потому что я, если честно, не понимаю вообще причины расторжения нашего брака. Ну и что, что они были бывшие? Ну это когда было? Это было давно. Но у каждого супруга до замы, у тех, кто хочет вступить в семейную жизнь, есть какая-то прошлая жизнь. Но она прошлая жизнь. Да не надо было оставить в прошлом, что на свадьбу-то их тащить. И если уж быть по-честному, то, что я привела бывших любовников на свадьбу, виноват и муж отчасти. Потому что он не твердил, твердил, свадьба должна быть бюджетной, свадьба должна быть бюджетной, не хочу тратить деньги на один день. Я ему предложила, хочешь, я приглашу своих музыкантов знакомых. Они для меня за копейки сделают, сыграют на нашей свадьбе. Да кто знал, что это музыканты твои бывшие любовники все? И что, что они бывшие любовники? А кто за бесплатно будет играть? Все хотят деньги заработать. Ты как будто не знаю, родился неизвестно когда. Какие друзья? Это вот именно, что они сейчас стали для меня друзья. Они уже не любовники, они знают, что в чем дело. У нас все с тобой хорошо, я не понимаю причины, почему ты хочешь со мной развестись. Что было не так? Вообще, если честно, вся его родня хочет, чтобы мы были вместе. Я хочу, чтобы мы были вместе. Мы цивилизованные люди, мы с ним жили хорошо до этого. Да как ты, Маша, мы уже не будем с тобой вместе, я после этого не знаю, как с тобой жить. У меня свидетелем является его родной отец, мой свекор. Он хочет, чтобы мы остались вместе. Я хочу, чтобы вы слышали его. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетеля-ответчика пройдите. А Кулинин Григорий Викторович, я хочу, чтобы он их забрал. Потому что пусть они живут и радуются. Она же гениальная просто хозяйка, я не знаю, она все сэкономила. Свадьба обошлась вообще в копейки. Они когда принесли свадебные расходы, там было 150 тысяч. А вся свадьба обошлась в 20 тысяч на 80 человек. Да и вообще, какая свадьба была. А то, что там у нее было, ну и что, у нее тоже было много очень девчонок. И свадьба была, и тосты были очень хорошие. А то, что драка, так драку-то всегда, господи, заказывают на свадьбу. Я считаю, что и музыканты были, ребята, очень хорошие. Апертуар, музыка. Все вообще было. Не знаю, надо брать, наверное, сокровище. Ну, кого брать? Ей пробу ставить некуда. Паскуда артистическая. Что ты тявкаешь, а? В этой среде вообще нет приличных людей. Да такая она-то была еще, не знаю, в молодости сама. А он за юбку, за ее держится. Боже мой, простите, пожалуйста, вы с места не можете выступать. Простите, Ваша честь. А это кто вот сейчас у нас выступает? Да это жена. Нет, вы так как-то вступили в диалог, я поняла, что вы знакомы с друг другом. Так вы считаете, что брак что, надо сохранить, Ваша честь? Конечно, сохранить. Вот она же просто, я не знаю, умница, казаться. Что еще ему надо-то, да? Ваша честь, я тоже хочу искренне сохранить брак. Просто ему нужно чуть-чуть опомниться и прийти в себя. И перестать слушать маму, которая постоянно была против. Да ничего мне не надо, я уже все обдумал. Что-то обдумал, потому что мама постоянно настраивает его против. У нас все было хорошо, мы жили, все было замечательно. Мы уже давно встречаемся, я не понимаю причины. Ваша честь, я после этого с ней просто жить не смогу после того, что я узнал. Я прошу, развода. Стас, пойми. Папа, да не лезь ты вообще. Суду понятна позиция сторон, суд удаляется ли о принятии решения. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования и сца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны ответчика, а также рассмотрев представленные документы, слушание дела о расторжении брака считает необходимым отложить и предоставляет супругам срок для примирения на три месяца. Суд откладывает слушание дела и предоставляет супругам срок для примирения на три месяца, поскольку ответчика на расторжение брака не согласна. Если супруги не примирятся и по истечению трех месяцев истец будет настаивать на расторжение брака, то в соответствии с правилами части 2, статьи 22 Семейного кодекса Российской Федерации, брак между супругами будет расторгнут. Истец и ответчик понятны решение суда. Суд благодарит свидетелей за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Девушки, все-таки надо думать головой, и уж на свадьбу своих бывших не тащите. Хочешь как лучше, а получается как всегда. Я просто хотела сэкономить. Далее в программе. Ты в новой семье, заводи себе нового ребенка. Это мой ребенок, я мать, я его родила. Это не твой ребенок, у тебя даже твои правы решили, согласно закону. У тебя нет ребенка. Молодая женщина просит восстановить ее в родительских правах и определить место жительства ребенка с ней. Утверждает, что избавилась от наркотической зависимости, вышла замуж, родила дочь и хочет вернуть сына себе. А теперь вернемся в зал суда. Истец Анна Петровская подает иск о восстановлении в родительских правах и об определении места жительства ребенка по месту жительству матери. Ответчик Сергей Марков с иском не согласен, так как считает, что его бывшей жене нельзя доверять ребенка. Меня лишили родительских прав, так как в прошлом я употребляла наркотики. В данный момент я вылечилась, но пока состою на учете в наркологии. Я вышла замуж, родила дочку, у меня замечательный муж, я устроилась на очень хорошую работу, у меня стабильный заработок. У меня жилплощадь позволяет забрать моего сына себе. Когда меня лишили родительских прав, судом присудили, что мой сын Максим должен жить с моим бывшим мужем. Но мой ребенок, мой сын Максим, он живет только формально с ним. Он живет сейчас с бабушкой. И так же я должна была выплачивать алименты. Но в тот момент, пока я находилась на лечении, я не могла выплачивать. Устроившись на работу ежемесячно, я выплачивала каждый месяц по почте, я отправляла алименты. Но почему-то они мне все время возвращались обратно. У меня есть все квитанции, то, что я отправляла. Нам никаких денег от тебя не было и не нужно изначально. Поэтому никаких каких-то средств от тебя никто не просил. Соответственно, никаких денег нет. Так, понятно, естественно, будьте добры, пожалуйста. Мне необходима выписка из вашей истории болезни, справка из наркологического диспансера, справка о доходах с места работы, документы, подтверждающие право на жилую площадь или договор социального найма, свидетельство о заключении брака через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. И квитанции денежных переводов. Квитанции. Скажите, пожалуйста, истец, сколько лет тому назад вы были лишены родительских прав? Когда было три года Максиму, мы развелись с мужем, и меня лишили родительских прав. Нет, ну сейчас я спрашиваю не сколько лет ребенка, а спрашиваю... Моему ребенку, Максиму, сейчас семь лет. Семь лет. То есть четыре года тому назад вы были лишены родительских прав. Да, четыре года лишены. Была лишена родительских прав. А сколько вы лечились, скажите, пожалуйста? У меня где-то около года. Около года. То есть в три года вы разошлись с мужем, в это же время было решение о лишении вас родительских прав, определено место жительства ребенка совместно с вашим бывшим супругом, год вы лечились, и только через три года вы пришли к тому, что нужно вас восстановить в родительских правах? Вы знаете, Ваша честь, я по-хорошему звонила Сергею, я его очень просила хотя бы просто мне видеться с ребенком. Но у меня были постоянные угрозы о том, что если ты не оставишь меня в покое и ребенка, то я тебе подкину наркотики, и ты обратно сядешь, и ты сядешь в тюрьму. Нет, меня сейчас интересуют, ну хорошо, угрозы, ну все может быть, наверное. Я спрашиваю, что почему, вот срок достаточно большой, я поэтому вам и задаю вопрос, что с того момента, как вы вылечились, прошло еще три года, и только через три года вы решили, что вас нужно восстановить в родительских правах? Сначала я просто как бы, мне надо было же самой встать на ноги, я устраивалась на работу. Нет, ну простите, пожалуйста, истец, за этот период времени вы успели выйти замуж, родить еще одного ребенка. Ну согласитесь, что ребенок, который с трехлетнего возраста проживал совместно с папой, когда он достиг семилетнего возраста, вдруг откуда-то появившаяся мама, для него это, ну так, не очень понятно будет. Тем более, если я правильно поняла, ваш бывший супруг сделал все, чтобы ребенок не знал о том, что у него есть мама. Ну, во-первых, мой ребенок знал о том, что есть мама, потому что я с ним виделась, мне помогала его мама, я своего ребенка, я видела, можно сказать, каждый выходной. Так, пожалуйста, Отвечка, я вас слушаю. Ваша честь, бывших наркоманов не бывает. Соответственно, у нее были неоднократные попытки завязать с теми наркотиками, которые были в ее жизни, но они всегда оканчивались одним и тем же. Они оканчивались срывом. Соответственно, я бы не хотел, я категорически против любого общения моего ребенка с этой женщиной. Я просто ее вычеркнул из жизни, и ребенок, более того, не просто мало любит ее, а просто получил нервный срыв и лечился на протяжении трех месяцев. У меня есть даже справки о том, что у него психологическая травма. Он маму даже не просто не любит, а просто боится. Где только ты их купил, эти справки? Никаких справок я не покупал. Я получил их в нормальном медицинском учреждении, где проходил лечение наш ребенок. Свидетель, простите, пожалуйста, отвечик, скажите, пожалуйста, ну вот истец утверждает, что фактически, хотя есть решение суда по определению места жительства ребенка с вами, фактически ребенок проживает, если я правильно понимаю, с вашей мамой? Да, он живет с моей свекородиной. Не совсем верно. Хотел бы уточнить. Все это время ребенок жил на моей территории. Единственное, несколько месяцев тому назад, когда я начал общаться с новой девушкой, ребенок стал в большей степени проводить время с моей матерью, соответственно, у бабушки. Это, я считаю, естественно, это нормально. Это неестественно. Так живут многие семьи. Но, тем не менее, я ребенка обязательно заберу в ближайшее время. Вот и в новой семье заводи себе нового ребенка. Это мой ребенок. Я мать, я его родила. Это не твой ребенок. А твоя новая женщина, девушка. Пусть она тебе рожает нового ребенка. У тебя нет ребенка. У меня есть ребенок. Так, а вы планируете вступить в брак, ответчик? Совершенно верно. Ну, а ваша будущая супруга, как она относится к тому, что есть ребенок у вас? Она замечательная девушка. Она любит ребенка. А если бы любила, он бы у бабушки не жил бы. Соответственно, поэтому он в ближайшее время переезжает к нам. Так, ответчик, будьте добры, пожалуйста. Мне необходимо решение суда лишения родительских прав, свидетельство о рождении ребенка и выписку из истории болезни, на которую вы ссылались через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Так, суду необходимо в качестве третьего лица опросить представителей органов опеки и попечительства. Пригласите, пожалуйста, в зал представителей органов опеки и попечительства. Представитель органов опеки, пройдите. Здравствуйте, Ваша честь. Мальчик на самом деле проживал у бабушки все время. Бабушка пенсионерка, она молодая пенсионерка, она, в общем, физически здоровый человек. И мальчик виделся с папой вот все эти четыре года только в выходные дни. Потому что, ну, к сожалению, вот папа Сережа, он как-то вот то одно, он собирался на одной даме жениться, то на другой. Мальчик ему просто-напросто мешал. Теперь мы говорили с врачами. Диспансеры, где находится не диспансер, а, ну, в общем, наркологическое учреждение, где находится на учете Анна Андреевна. Ей осталось находиться очень немного, потому что она четко все выполняла. У нее, она сдает анализы, как полагается, титры у нее отрицательные, то есть у нее никаких наркотиков в крови нет. Девочка ее, Аленка, которая сейчас два годика, совершенно нормальный, здоровый ребенок. То есть вот прошлой мамы, к счастью, никак не отразилась на здоровье ребенка. Бывших наркоманок не бывает. Бабушка, извините, Сергей, вы вот говорите одну и ту же фразу, не надо это, дайте я это говорю. Потому что это истинно. Более того, бабушка пошла на нарушение закона. Как известно, закон при лишении родительских прав кого-либо из родителей запрещает родителю приближаться к ребенку. Но бабушка-то прекрасно понимает, что ребенок для Ани, в общем-то, это главное в жизни. И поэтому она разрешала им видеться. Мальчик маму знает. Он знает, что мама, вот это его настоящая мама. Потому что бабушка, ну да, она нарушила законы юридические, но она, по-моему, не нарушила никаких человеческих законов. И мы считаем, что мальчика можно отдать. Ну, а почему он должен жить у бабушки, а не у родной мамы? Так, заключение через судебного пристава. Да, пожалуйста, я прошу вас в качестве свидетеля. Так, ответчик, давайте все-таки мы с вами уточним. Потому что представители органов опеки и попечительства и запроса установлено, что ребенок фактически на протяжении всех этих четырех лет проживал с бабушкой. Вы, когда выступали, сказали, что ребенок проживает с бабушкой только в последние несколько месяцев. Уточните, пожалуйста. Совершенно верно, уточняю. Ребенок находился у бабушки, но в большем времени он находился все-таки у меня. Потому что непосредственно так, как бабушка находится в школе, и ребенку удобнее находиться непосредственно у бабушки, да, но тем не менее у него есть дом, он любит этот дом, у него все игрушки находятся там. Соответственно, я считаю, что... Так, я благодарю вас. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетелей истца. Свидетелей истца, пройдите. Здравствуйте, Ваша честь. Я Макарова Ирина Алексеевна. Я бабушка мальчика, внучка своего Максима и мать Сергея. Я за то, чтобы мальчик, внучок мой, жил с мамой. Мама, что ты говоришь? Да, Сережа. О чем ты сейчас говоришь, мама? Я говорю, что ему в новой семье, вот в семье Анечки, будет намного лучше, чем в вашей семье. Ваша честь. Чем ему будет там лучше? Ваша честь. Сережа был на работе, я пришла к нему домой. Познакомилась с новой вот девушкой, которая с ним сейчас живет. Она мне понравилась. В каком смысле? В доме чистенько, убрана. Она такая приятная женщина. Но когда мы с ней съели чай пить, вдруг она мне говорит. Вы меня знаете, вот сможете понять или нет, но я бывший мужчина. Что? Да. Мама. Что ты вообще говоришь? Чего ты вообще? Это что ты говоришь? Вы отлично знали. Ваша честь, я живу с девушкой, с прекрасной девушкой, которая является образцом женщины. Она модельной внешности, она многим фору даст, которые я не понял. Я понимаю, что это фору даст. У тебя больше не может быть своей девушкой. Нельзя так, не знаю. Действительно, Ваша честь, у меня не может быть детей с этой женщиной, с кем я сейчас проживаю, с этой девушкой. Но тем не менее, у меня есть ребенок, и она его любит, и он обязательно ее тоже полюбит. Ваша честь, я не понимаю такого нового веяния, веяния жизни. А ребенок пойдет, вот он ходит сейчас в школу, в школе узнают о том, что мама такая у него, его будет без конца тюкать. Мама, если ты не будешь разговаривать и разглашать об этой девушке, отсюда никто не узнает. Я не знаю, это бывшая ее жизнь. Нет, нет, я категорически против. Я хочу, чтобы мой внучок жил с Анечкой. Аню я давно знаю. Она сейчас очень хорошая мама, заботливая, постоянно приходила к Максиму. Я за то, чтобы она жила в семье. То есть вы считаете, что ребенок должен жить вместе с мамой, потому что так очень насторожно относитесь к будущей супруге вашего сына? Да, Ваша честь. Суд удаляется для принятия решений. Суд, заслушав исковые требования ИСЦА, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив в качестве третьего лица представителей органов опеки, попечительства и приобщив их в заключение к материалам дела, а также опросив свидетелей со стороны ИСЦА, заявленные исковые требования удовлетворяет и выносит решение о восстановлении ИСЦА в родительских правах. Суд также определяет место жительства несовершеннолетнего ребенка по месту жительства матери. Суд удовлетворяет иск о восстановлении в родительских правах, потому что родители, лишенные родительских прав, могут быть восстановлены в родительских правах, если они существенно изменили в лучшую сторону поведения, образ жизни и отношения к воспитанию ребенка. В данном случае ИСЦА существенно улучшила свое поведение, изменила свое отношение к ребенку, не употребляет наркотиков, имеет постоянное место работы, стабильный заработок, создала семью и интересуется судьбой ребенка, что подтверждено как письменными доказательствами, так и показаниями свидетеля. Эти обстоятельства позволяют суду удовлетворить заявленные исковые требования. Восстановив мать в родительских правах, суд определяет место жительства несовершеннолетнего сына по месту жительства матери, потому что в настоящее время отец ребенка фактически с сыном не проживает, ребенок постоянно проживает с бабушкой, таким образом отвечик не в полной мере осуществляет воспитание ребенка, не проявляет заботу о его физическом и нравственном развитии. Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами, а дедушки и бабушки имеют право только на общение с ребенком. Суд хотел бы разъяснить ответчику, что определение места жительства сына по месту жительства матери не лишает вас права на участие в воспитании сына, а других родственников права на общение с ребенком. В данной ситуации истица не будет иметь право препятствовать общению ответчика с ребенком. Если такие препятствия со стороны истицы будут чиниться, то ответчик будет иметь право обратиться в суд с иском об определении порядка общения с ребенком. Ответчик, я бы хотела за пределами вынесенного решения разъяснить вам следующее, что показания свидетелей в отношении брака с вашей супругой не повлияли в данной ситуации на решение суда, поскольку это ваше личное отношение и межличностное отношение с вашей мамой, поэтому существенным обстоятельством являться не могут. Наиболее существенным обстоятельством и основным было именно то обстоятельство, что ребенок практически проживал совместно с бабушкой. То есть ведь суд вынес определение и вынес решение, определив место жительства ребенка совместно с папой, а не с бабушкой. Вы не отрицали того обстоятельства, что на протяжении четырех лет воспитанием ребенка занималась бабушка. Закон проводит разницу. Это не просто разные слова, которые написаны, а это разный подход законодателя к определению прав всех родственников. Родители имеют преимущественное право на воспитание ребенка, бабушка и дедушка имеют право на общение с ребенком. В данной ситуации ваша мама фактически занималась воспитанием ребенка. Поэтому суд, исходя из изменившейся ситуации в семье истиции, исходя из заключения органов опеки и попечительства, а также того обстоятельства, что фактически воспитанием ребенка занималась бабушка, считает возможным восстановить истицу в родительских правах и определить место жительства ребенка совместно с истицией. Понятно, ответчик? Суд огласил свое решение. Дело закрыто. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Никакая тетя, тем более бывший дядя, не заменит ребенку родную мать. Я буду бороться за свои права и обязательно верну ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова